Доброго времени дня, мои зрители! Сегодня кухня дяди Славы, это полевая кухня, мы вещаем прямо из автомобиля. Поговорим сегодня об обдоминопластике. Что такое обдоминопластика? Согласно Википедии, это массивное хирургическое вмешательство, направленное на исправление внешнего вида передней брюшной стенки, а как живота. В каких случаях мы хотим провести обдоминопластику? Многие из нас худели-толстели, худели-толстели, что привело к образованию определенной неприятной кожной складки, кожно-жировой складки на передней брюшной стенке, именуемой в простонародье фартуком. Многие женщины после нескольких беременностей и родов также страдают данной проблемой. Мы должны отдавать себе полный отчет, что обдоминопластика никоим образом не является заменой похуданию. То есть, порядок действий должен быть такой. Мы решили убрать эту ненужную складку живота. Для этого мы, прежде всего, начинаем правильно питаться, заниматься спортом. Сбросили вес, складка осталась, мы начинаем заниматься физиотерапией. Это различные процедуры в рамках аппаратной косметологии, например, LPG и тому подобные процедуры. Если все это в совокупности никаким образом вам не помогло, тогда можно задуматься об операции. Почему мы так долго обсуждаем эту тему? Операция непростая. Согласитесь со мной, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Давайте посмотрим своими глазами, как Андрей Иванович Дащук, наш ведущий врач, пластический хирург из Санкт-Петербурга, врач высшей категории, проводит операцию абдоменопластики. И вы сами сделаете выводы, насколько вам интересно это вмешательство. Тяжелая дама с беломором, такая чёрная, как куба, классика жанра, в очках круглых, приятная, да вы дури, то есть так вот, как типа Раневская, отличный же психиатр, так далее. А я вот, она гоняли её дежурным, таким дебилом. Протокол проведения абдоменопластики несложен. Под общей анестезией осуществляется отслойка кожи и тканей. Аккуратно вырезается пупочное кольцо, так как пупок необходимо будет перенести на новое место. После выделения пупочного кольца, мобилизация тканей передней брюшной стенки продолжается до эпигастрия. Вторым этапом операции является устранение диастаза, то есть расхождение прямых мышц живота, что собственно и является причиной его отвисшего вида. Затем послойно накладываются косметические швы и брюшная стенка фиксируется антисептической повязкой. Впоследствии используется компрессионное бельё, которое обеспечивает фиксацию полученных в ходе операции результатов. Мы не стали ждать полтора-два месяца до получения результатов нашей пациентки и покажем вам до и после с предыдущих операций в исполнении Андрея Ивановича Дощука и его московского коллеги Антона Александровича Копарзова. Итак, мы с вами посмотрели фрагмент операции обдоминопластики в исполнении Андрея Ивановича Дощука, нашего ведущего питерского пластического хирурга, врача высшей категории. Картинка непростая. Наверное, некоторые из вас побежали пить валерьянку. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии, оставляйте ваши заявки на какие-то другие сюжеты и будьте здоровы! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok